друзья всем привет приехали убирать кукурузку ну и заодно испытать конечно же жадку заходит первые метры посмотрим как она будет работать вот это моя мечта самого первого дня как мы как я начал фермерством заниматься чтоб жадка измельчала у нас на ппк измельчителя не было такие качанчики не ломает вымолачивает в принципе то что надо можно конечно и ниже рубить но опасно так сказать для ножей не дай бог где-то камень это кирдык будет коробки поэтому наверное нормальная высота кукурузка вся стоит вроде как вся стоит еще будем убирать посмотрим сорт ладожский 292 такие качанчики ну похудели конечно пока была сырая они прям мощные были сейчас высохла схуднула будем убирать посмотрим что получится а по обработке работали мы здесь гербицидом full time смотрите какая чистота ну уже конечно листва подосыпалась но сорняка нет от слова совсем несмотря на то какие ливни были поля вроде как чистейшие ну будем убирать посмотрим чтобы дальше будет вот так вот на кузов залез сверху посмотреть вроде как нигде не видно никаких таких очагов с сорняками должно быть все поле такое чистое он батя раскашивает край посмотрим чего насыпнет по идее для нее все условия были нормальные но главное условие это дожди и чистота проводили междурядную культивацию и работали по листву цинком карбамидом матом что она даст посмотрим за практический бункерок полный первый бункерок пошел варит на полей вот такая картинка после комбайна друзья я прям честно говоря о таком только и мечтал за него у нас было без измельчителя оставались ботылка оставалась так ну дай бог вот честно говоря тут хоть и на нашей улице но не успеваю но еще по той причине что как всегда пытаемся впихнуть невпихуемое вот я две машинки высыпал и подгортаю так как все равно еще часть пшеницы осталось нам надо все вместим будем стараться она ладожская в этом году и чуть реже там больше качанщик по одному качану это мне кстати говоря нравится главное что он налиты ну в этом году мне кажется и два бы вытянула а там кто его знает ну вот друзья стоило нам начать уборку кукурузы как погода резко испортилась вообще в прогнозе конечно и передавали дочь ну всегда есть надежда которая умирает последний думали ну все равно обкосили часть убрали сейчас еще вот этот бункерок даст бог добьем и наверное на этом все там на пять часов уже сильный дождь стоит и конечно же подпортит он нам картину ну будем смотреть какой силы пройдет дождь и скорее всего прольет от души говорится в основном качанщик вниз висит если дождь будет не сильный то по идее он как бы оттечет и небольшой ветерок его обдует ну и вроде как влага отдача неплохая в ладожской я вот вверх торчит тут и это какой-то выродок на нем два качана завязалась так на вид тут кукурузка неплохая ну и по чистоте то я говорю сорной растительности практически вообще не видно земля предшественник здесь был ячмень после ячменя провели глубоко рыхление а вот он и дождь начинается хоть бы успеть плохо что на бункере нет у нас полога на газончике то есть надо будет на следующий год продумать как его сделать потому что закрыть то можно крышки но если полный бункер то они не закроются вот это успели бункерочек набить накрыть успел и сильно намокло теперь главное спали сейчас выехать пока мясник поднялась дорога следующий день вчера дождик картину подпортил сегодня вроде как ветерок и солнышко я думаю что уже продуло и и нас прокосит померяем влагу пылища такая стоит конечно сухая она можно даже и не замерять будем убирать а она завтра на ночь там очень сильный ливень стоит все нам надо каким-то чудным образом постараться убрать кукурузу но не знаю получится нет нас этот участок и еще один там шабашка три с половиной гектара здесь наши переезжать надо и там не очень удобный участок посмотрим бог даст справимся пошел бункерок 14 с половиной но это первая машина следующая думаю пойдет ниже 14 вчера было 12 вот показывает среднем 12 2 тем более я каждую машину сейчас буду подгортать а вообще кукуруза без проблем хранится и 16 влагой так что нормально перемешается будет влага нормально 13 8 отлично ветрюган поднялся порывы до 24 метров обещают не ветер 11 метров у вас сегодня разошелся прям а на ночь ливень стоит как раз он походу ливень пойдет и ветер закончится дай бог да убирать губа ты что творит день сегодня прямо не задался домашний ветер домашний ветер невозможно работать ломбар не заедешь не надо ворота вырывает шифер срывает зато бодылку по выдуло точнее листву срядков какой-то хоть один маленький плюс короче говоря друзья не наш это был день не судьба нам было до убирать ветер очень сильный на амбаре шиферину сорвало когда разгружался пришлось с батей ремонтировать ну как быстренько другу шиферину прибили простучали остальные и блин помимо этого еще и и жатка вышла из строя что конкретно получается сейчас если долезу покажу вот они нижние редуктора приводные вот этот редуктор вышел из строя скорее все рассыпались подшипники и первая секция стала медленно крутиться попробовали 5 убирать но он очень сильно начал греться аж завонял поэтому бросили но уже по темному не получилось вот так будем разбирать я уже с донора снял тут в чем боль получается тут три редуктора на одну сторону три на другую и чтоб снять крайне левый надо снять все три но здесь она не на не настолько заржавевшая думаю должно быть полегче открутили получается отсюда должна раненка выйти тут флянец под раненку еще вот какой сюрприз был белое масло наверно кокосовое да они просто-напросто на него видимо как-то вода попала надо будет тоже поменять заодно и на где тут вот он шуток с ними на консульном поменяем цепь посмотрим какая приводная звездочка на доноре снял она там плохая совсем плохой какая у нас еще беда была цепи уже мысовые бедовые одна цепь порвалась попала между вальцов по ней ударила ножами один нож согнула один улетел ну все познается в работе по цепям сейчас веду переговоры вроде как обещают привести дон хуа китайские цепи ну насколько я наслышана не очень хорошего качества земляк на наклонку поставил приводную обычные цепи рвались а это ходит у него восьмирядковая жатка орош ну мы то поставили ремни принципе нормально вот вы работают кстати ремни эти брал на озоне по две с половиной тысячи по моему магазин в бизон звонил они стоят по пять с половиной разница как бы ощутимая да в общем будем заниматься буду раскручивать по возможности поснимаю ну а может следующее видео ставлю будем посмотреть пока все